Я не думал, что она такая большая. Я тоже думала, что она поменьше. Смотрите, как круто. Я просто в шоке. У меня нет слов. Настолько это завораживает. Подошли максимально вплотную к пирамиде. Смотрите, какая она огромная. Ритуал начинался с того, что юношу подвязывали сверху на камень и верховный жрец разрезал ему грудь и вырывал сердце. После этого тело просто падало вниз по ступенькам, полностью все окрашивает своей кровью. О, бесплатно. Видите? Раша, Украина. Водка, тамаринда. Все, что угодно можно купить здесь. Радует, что все торгуются. Торгуются? Блин, слушай. Прикольно. Да, конечно, слушай. Смотрю, думаю, так все прыгают. Всем привет, друзья. С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет. Друзья, напоминаю, что мы находимся в Мексике, в городе Плайо-дель-Кармен. Прилетели сюда путевкой на две недели за 1950 долларов за двоих человек без питания. Друзья, сегодня вместе с вами мы отправляемся, наверное, на самую популярную, самую основную экскурсию в Мексике на острове Юкатан, которая называется Пирамиды Майя. Будем ехать групповым автобусом. Взяли экскурсию на улице. Пирамиды торговали за 50 долларов с одного человека. Хотя эта экскурсия для американцев по 150 долларов стоит. У гида и русский вариант данной экскурсии с русскоговорящим гидом около 140 долларов. Но мы сказали, не надо нам русскоговорящего гида. 140 долларов это реально в три дорога. Мы договорились за 50 долларов. Сказали, что мы с Украины. Они говорят, а, да, для Украины мы всегда делаем дешевле. В итоге мы максимальную скидку попросили. В итоге 50 долларов за одного человека. Но экскурсия будет проводиться на английском и испанском языке. Как раз будет возможность подтянуть немножко свой уровень английского. Я думаю, даже интереснее будет все посмотреть и послушать на английском языке. Я надеюсь, что мы хоть что-то из этого поймем. Но как минимум мы увидим самые основные достопримечательности. И в этом видео будем делиться самыми интересными моментами вместе с вами. Поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек. Нас, как всегда, заранее поддерживайте с жирным лайкосом. И всем приятного просмотра. Погнали вместе с нами в автобус и начинаем свое путешествие. Проехали примерно час и уже сделали остановочку. Можно сходить в уборную, взять кофе. Кстати, хочу вам показать, на каком бусике мы едем. Получается небольшой микроавтобус. В принципе, очень удобно. Смотрите, сидушки мягкие. И благодаря тому, что такой бусик, мне кажется, мы быстрее доедем, чем ехали бы на большом автобусе. Да, он очень быстро разгоняется. Поэтому, я думаю, нам еще ехал немного осталось. Ну что ты, готова уже увидеть пирамиды в мае? Кстати, сегодня какая-то погода не сильно солнечная, пасмурная. Утром был дождь. Я свою взяла в кофту, потому что в автобусе все включают кондиционер на максимуме. Я постоянно мерзну. Да, кондиционер это больная тема мексиканцев. Они помешаны. Включать его на самый минимальный градус абсолютно везде. В супермаркетах, в автобусах. Куда бы мы ни зашли, везде холодно. Так что будем, ребят, ехать дальше. И в конечном итоге скажем, за сколько мы на таком вот бульсике добрались от Плая Дель Кармен до Чечен-Итси. Пересели мы, ребят, уже в большой автобус. Потому что тут проводится экскурсия на английском и испанском языке. Кстати, хотел сказать, если будете ехать на эту экскурсию, то обязательно берите с собой какой-то завтрак. Мы, например, взяли сэндвичи, потому что обед включен, а с утра тоже как бы хочется что-то перекусить. Поэтому сэндвичи нас, можно сказать, спасли. Так, друзья, у нас уже первая полноценная остановочка. Проезжали мимо города Валидолид. Такое странное название, очень сложно выговорить. И нам дали полчасика, чтобы мы прогулялись по парку. Этот город является одним колониальным городом в Мексике. Смотрите, какая красивая атмосфера в парке. Очень зеленый парк, фонтанчики, везде такие интересные лавочки. Ну, в целом, напоминает немного наши парки. Давай подойдем к собору или к церкви, как это правильно назвать. Я думаю, что это собор. Вот, смотрите, получается кафедральный собор. Не знаю, хочешь вовнутрь зайти? Или тебя не впустят? Меня не впустят. Потому что у тебя вон наши трусы выглядывают. Ну да, и тут все открыто, меня не впустят. Кстати, мы вчера немножко подгорели, у меня до сих пор все печет. И, наверное, надо будет помазаться кремом, когда мы вернемся от обуви. Здесь даже в основную погоду можно очень быстро сгореть. Ну, смотри, как погода улучшилась. Уже солнышко вышло, с утра вообще дождь был. Короче, посмотрим со стороны. Там тем более большое скопление людей. Не очень хотелось бы туда идти. В целом, и так все понятно. Выглядит красиво. Также я заметил, что улицы здесь такие же самые, как и в том городе, где мы отдыхаем. Плая Дель Кармен. По сути, мексиканские улочки очень похожи, но мне нравится, что везде разные домики. Цветные везде. Вообще, честно говоря, прогуливаюсь по парку в Мексике и реально соскучился по нашему лету. У меня прямо какая-то ностальгия, потому что у нас реально холода. Уже давно не видели такой зелени, деревьев. Смотрите, очень красиво. Реально хочется уже вернуться даже в Киев, когда будет лето. Да, не зима. Прогуляться по нашим паркам, Мариинским, Центральным паркам. Мы раньше, когда только переехали в Киев, очень часто выходили на прогулки, а потом как-то реже стали. Да, потому что мы уже все увидели, это уже не так интересно, как было раньше. Сейчас уже как-то более интересно посетить новые места, чем ходить потом под тем местом, которые мы уже видели. Ну да, нас как-то начало тянуть больше за границу. Хотя, когда мы только переехали в Киев, мы не так часто путешествовали. Нам реально интересно было посмотреть все места в Киеве, то есть не просто туристические, а все такие места, где туристы в основном не бывают. Так а не надо писать, что мы типа там зажрались или еще что-то. Я думаю, каждый человек хочет жить и посещать какие-то новые места, интересные, потому что по одними тем же местам ходить, это скучно, и как бы, ну посмотрел раз, два. Всегда хочется чего-то новенького. Я думаю, многие из вас со мной все-таки согласятся. Так что в целом такая вот у нас остановочка, прогулялись по парку, еще минут 15 у нас есть, и будем ехать дальше уже в Чичен-Итсу, да? Да, и уже подробнее об этом городе я расскажу вам там. Кстати, ехать, по-моему, недалеко осталось, да? 37 километров всего. То есть полчасика, ребят, и мы будем уже на месте. А сюда мы сколько ехали? Где-то 2,5 часа. 2,5 часа, это от Плая-Дель-Кармен. Ну это с остановками, со всеми. Ну в целом, не знаю, мне дорога показалась ненапряжной. Да, нормально. То есть не устали. Когда ехали на пирамиды в Египте, например, тут там конкретно устаешь, да? А тут как-то в целом нормально. Зелено, хорошо, без напряга. Мексиканцы еще такие спокойные, не кричат, не шумят. Как-то чувствую себя как в своей тарелке здесь. Так у нас следующая остановочка. Сейчас посмотрим, что у нас будет здесь ждать. Начинается какая-то церемония Майя, все поднимают руки. Вот так вот. Да, царь-то священник посвящает, это. Светят тут все. Смотри, так дори они. Теперь, что вы взбиваете от руки, пьете на голову. 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 Ничего не понятно, но очень интересно. Короче, используют вот эти камни, которые для массажа на спину кладут вдоль хребта, но все равно на испанском ничего не ясно. Ты что-то понял? Мне даже ничего не видно, потому что все высокие поставили спереди, я стояла сзади, пыталась вылезть мимо всех, у меня не получилось, я просто потом отрехла назад, назад и ничего не увидела. Смотрите, если вы хотите абсолютно все понимать, то придется, конечно же, платить в 2-3 раза больше, чтобы экскурсия была на русском языке. Но я не считаю, что это прямо сильно важно. Самое главное, пирамиды Майя, историю, мы это все прочитали, знаем, куда мы едем, а вот это ритуалы всякие Майя, я думаю, ну так, посмотреть интересно, но прям углубляться в это и за это платить в 3 раза больше, да, я считаю, что нет смысла. Ты видел кокосы растут? Да, прямо здесь, пока ты не сказала, не видел. Смотрите, реально кокосики, каканаты. Офигенно, они такие оранжевые, прямо как будто бы спелый манго на вид, да? Да, так они тяжелые. А что так низко? А я не знаю. Прямо низенькая пальма, смотрите, и очень много кокосов. И кстати, если не это, ну ты что? Сорвать, что сейчас сказать вообще уже? И кстати, нам сказали, что вроде бы сейчас будет обед, да? То есть мы еще не успели пирамиды посетить, а уже будет обед где-то здесь, в этом ресторане. Ну а теперь после церемонии успешно пытаются впарить всем такую вот сувенирку. Кстати, ее продают даже у нас возле отеля. Мы видели такие статуэтки тоже. Ну только здесь, как вы понимаете, на экскурсионных точках, как всегда, все стоит раза в 2-3, скорее всего, дороже. Так, а на обед у нас шведский стол. Давайте посмотрим, что тут. Лаймы, арбузы, овощи, рис, лапша. Это острый соус. И тут у нас что? Курица, я так понял, и мясо какое-то. Короче, сейчас будем пробовать. Не пойму, мясо выглядит странно, вроде бы свинина и курица. Давайте возьмем, попробуем. Разобрались с обедом. Получается, там где мясо были тако, смотрите, с курицей сделали 2, и это яйца с овощами. Короче, два вегетарианские, два мясные. Можно было набрать лапшу, рис, что я, собственно, и сделал, потому что я голодный, как зверь. Полил еще сальсой. Это лук, салат, лаймы, но, короче, гарнир тоже присутствует. У Русланы то же самое. Макароны, арбуз еще взяла. Да, немножко. И такосы. Давайте такос попробуем. Ты будешь с яйцами пробовать? Попробую, да. Мне кажется, с яйцами не так вкусно. Оно вкусно. Да? Очень вкусно. Специи хорошие. Мне нравится. Может, надо было туда сальса еще добавить? Может быть, но мне и без сальса нравится. Смотрите, кстати, какой интересный ресторанчик. Получается, соломенная крыша, столики. Не знаю, мне нравится. Правда, людей очень много. Хорошо, что мы сразу заняли место. Потому что, если бы не заняли, где-то там бы за дверью стояли, с тарелками, и стоя ели. Так что, ребят, приятного аппетита. В целом, все аппетитно выглядит. Буду тоже приступать. Руслана, он уже за обе щеки наминает, потому хочу я приступить к такой вот замечательной трапезе. Ну, наконец-то, мы прибыли. Ребята, в национальный парк Чеченица, где находится древнее поселение Майя. Смотрите, получается, нам выдали билеты, которые уже включены в стоимость. 50 долларов мы заплатили за экскурсию. Смотрите, получается, билет на вход 453 песо. Это примерно 23 доллара. И еще какой-то музей, да? Крепость какая-то тоже нам выдали. Получается, 85 песо. Одним словом, почти пол стоимости экскурсии только билеты стоят, да? Плюс ко всему, это я уже дополнительно покупал билет 50 песо, это 2,5 доллара, чтобы снимать для вас это видео на камеру, потому что на камеру снимать запрещено. Давай это положим. Если подойдут к нам с вопросами, мы показываем эту корочку и к нам претензий, да, больше нет. Но это хорошо, что всего лишь 2,5 доллара. Это очень дешево. Потому что обычно за такое берут там 20-30 долларов и это уже реально как бы завышенная цена. А тут как бы чисто символически реально очень радует. Так что если будете снимать на камеру, будете готовы оплатить такой билет. На телефон можно снимать без проблем. С этим вопросов нету, так что на телефоны ничего платить не надо. Пока что у нас на входе встречают большое количество сувениров. Смотрите, мексиканские шляпы, тарелки, такие вот чашки с черепами. Очень красивые. Кстати, Руслана подобную чашку хотела купить, да? Да, очень хочу купить. Также смотрите, какие красивые мексиканские маски. Тоже тарелки. Вот, кстати, пирамида Майя нарисована, самая высокая. Ну, в общем, мне нравятся их сувениры. Такие, знаешь, оригинальные, цветные. Вот прям супер. Но у нас возле отеля тоже можно купить подобное. Мне кажется, здесь, как всегда, место для туристов, цены завышенные, потому мы, скорее всего, здесь ничего покупать не будем. Но рынок вот просто реально огромный, видите? Это все вход и вдоль него идет огромный рынок. Футболки, кепки, сумки, все что угодно можно здесь приобрести. Кстати, вот эти футболки в темноте светятся. Мы видели, их продают тоже возле нашего отеля. Вон прямо с пирамидой Майя можно взять футболку. Не, ну что, оригинально. Да, красивая. Я помню, мы же в Дубае мне с Бурдж-Халифа взяли, то я ее ношу. Но я там за 2 доллара ее купил. Интересно, почем здесь эти футболки. Смотрите, какие красивые пирамиды Майя продают. Подобную пирамиду я хочу купить себе на полочку, так как я собираю коллекционные сувениры с разных стран. Есть такая вот цветная еще 10 долларов и 18, та, что побольше. Ну, тоже черепа есть всякие, украшения. Короче, не знаю, подумаем, можно на обратном пути и купим. Он уже торговаться начал, говорит, типа 2, если берешь, то я еще 5 долларов скину. Но все равно, мне кажется, не надо спешить. Уже возьмем у себя. Там реально цены дешевле будут. Здесь просто очень много туристов, туристическое место, поэтому лучше посмотреть еще в других местах цены. Кстати, тут я заметил русскоговорящих даже много, потому что там, где мы живем, Плэйдель Кармен, вообще русский язык я не слышал, либо украинский, так вообще. А тут я замечаю, что приезжают туристы. И, кстати, на входе стояло очень много машин. Некоторые берут в аренду машину и едут прямо сюда на машине. Ну, не знаю, я считаю, что нет смысла, потому что выгоднее вот так торговаться и за 50 долларов человека приехать с входными билетами, с обедом, с трансфером. Это реально очень выгодно и удобно. И прямо на горизонте уже виднеется первая пирамида. И, честно говоря, она так круто выглядит. Блин, она такая огромная. Сейчас будем подходить ближе, но я просто в шоке. Мы еще не подошли, и у меня уже глаза разбегаются. Офигеть. Вот это красота. Класс. Я не думал, что она такая большая. Я тоже думала, что она поменьше. Смотрите, как круто. Я просто в шоке. У меня нет слов. Настолько это завораживает. Фух. Не знаю, что сказать. Короче, Руслана сейчас вам расскажет еще краткую историю, так как гида у нас не было русскоговорящего. Гидом будет Руслана. А, это ж тут хлопают и что-то слышно. Типа да, как поют какие-то птички. Слышно. Ты слышишь птичек? Надо ближе, наверное, подойти. Итак, эта пирамида называется Кукульман. Посвящена она Богу знаний и ремесел. Раньше именно на этой пирамиде в самом верху приносились человеческие жертвоприношения. Ритуал начинался с того, что юношу подразивали сверху на камень и верховный жрец разрезал ему грудь и вырывал сердце. После этого тело просто падало вниз по ступенькам, полностью все окрашивая своей кровью. Такой ритуал гарантировал победу над врагами и хороший урожай. Но что-то пошло не так и в 1195 году поселение Майя покинули свой город. Почему они покинули это до сих пор неизвестно. И еще ходят легенды о том, что внутри этой пирамиды находятся еще два сооружения, но это всего лишь теория. Никто эту пирамиду разбирать не будет, чтобы это проверить. До сих пор этот город исследуется, еще нет никаких точных знаний, что здесь было, как это все строилось. И, кстати, на территории этого города есть еще два сенота. Один мирный, а второй священный. И в священном сеноте также происходили постоянные жертвоприношения и до сих пор дайверы поднимают оттуда много костей и золота. Короче, как вы поняли, это место выглядит, может быть, и красиво, но проходили здесь очень жесткие события. Из-за этого немножко есть какая-то нагнетенная атмосфера, потому что сейчас это красиво, фотозоны, туристическое место, парки. Раньше здесь полнейшая жесть происходила и даже представить это все страшно. Руслана вкратце рассказала вам, я даже этой информации полностью не знал, но я даже сейчас, когда снимал ее, я был немножко шокирован, потому что мне Руслана вчера говорила, что вроде головы отрезали и потом... Это еще есть площадка, где играли в игру типа нашего волейбола, но мы к ней подойдем и о ней позже расскажу. Ага, понятно, значит, это только начало, еще будет площадка, там я тоже вижу какие-то строения майя, смотрите, как много людей. Вот, если посмотреть назад, тоже, смотри, а то, что за пирамида прямо? Это тоже, здесь получается большой город был, и тут разные статуи, у них сохранились разные пирамиды, но это самая главная пирамида. Ну да, заметно, что там поменьше, там тоже какие-то пристройки есть. Подошли максимально вплотную к пирамиде, смотрите, какая она огромная, высокая, но подняться, к сожалению, нельзя, здесь все огорожено, но все равно можно сказать, прямо стоишь возле нее. Фотки, конечно, офигенные получаются. Слушай, давай все-таки похлопаем, получится ли? Я вспомнила, что в пирамиде всего 365 ступенек, точно так же, как в ней в году, и по календарю в мае 2012 году должен быть был конец света. А, кстати, в этот день, по-моему, в декабре какого-то дня. Ноября. А, ноября? Ноября, да. Вот, по-моему, в этот день была тусовка где-то, и мы ходили на тусовку, типа, final day, как ты называлась, типа, конец света, и, короче, все в итоге так повеселились, в кавычках, мягко говоря, думали, что конец света, в итоге все проснулись на следующий день с будуна, ненормально. Давай похлопаем. Давай. А, так есть. Ты слышишь? Вам слышно или нет? Реально как будто бы птички, да? Курлыкают. А ну еще похлопай. Да, реально слышно. Да, есть. Я надеюсь, вам слышно, нам очень хорошо. Хотя я думал, это обман какой-то, что это... Я об этом читала в интернете тоже сегодня. Причали обойти пирамиду со всех сторон. Смотрите, получается, ступеньки абсолютно с каждой стороны. То есть, я так понял, четверо ступенек здесь. И, кстати, я вот об этом тоже читала. Это, смотри, голова змеи. Этот бог был изображен в виде змеи. И еще, типа, есть такая легенда, что в весеннее солнцестояние как-то падает тень и кажется, что змея сползает вниз. И, типа, люди говорят, что это так бог кулькуман приходит к людям. Давай подойдем, покажем, потому что издалека люди не видят, где эта голова змеи. Вот, смотрите, получается, прямо здесь каменная голова змеи и ступеньки. Не знаю, как тут должно падать солнце, чтобы отпугивать. По крайней мере, сейчас оно падает не так. Это только весеннее солнцестояние. А, только весной? Да. Смотри, там тоже колонны какие-то. Давай пройдемся еще туда. Вот, подошли вблизи этот храм Венеры. Смотрите, туристам туда заходить нельзя. Зато там ходит верный пес, который охраняет это место. Ему-то они запретить не могут. Ну да. И стадион мы что-то не можем найти. Где он? Не понятно. Да, стадион мы найти не смогли. Хочу еще раз сказать одну историю. У древних майя еще был один ритуал. Это игра мечом, но эта игра вообще не имела никакого развлекательного характера. Она больше относилась к ритуальным играм, так сказать. И была напрямую связана с человеческим жертвоприношением. Получается, была команда по 5 человек. Они одевали на себя, как его сказать, такие огромные защиты на локти, колени и бедра. Можно было мяч отбивать только этими местами, руками и ногами. Его трогать вообще нельзя было. Правила игры до сих пор неизвестны, потому что они менялись постоянно время от времени. И получается, или игроки приносились в жертву, или капитаны команды. Это тоже неизвестно, потому что постоянно все менялось. И для того, кто или выиграл, или побеждал, вставал жертвой, для него это было огромной честь. И это тоже считалось как жертвоприношение, которое помогает им иметь хорошую погоду, хороший выражай и победу над воинами. То есть ты победил и тебя приносят в жертву? Да, ну было получается так, что или победившего приносили, или проигравшего, потом капитанов приносили. Получается, правил точных нет, и написано, что постоянно менялись правила, и никто их до сих пор не знает. Короче, я бы не хотел в такой футбол сыграть, если честно. И, кстати, эти мячи были весом аж 4 килограмма, они были очень тяжелые, травмоопасные, и даже после игры многие уже сами вставали жертвой. Смотрите, возле храма Венеры есть еще маленькая пирамида, но она уже наполовину развалена, можете наблюдать, ступеньки уже не целые, если это можно так назвать. И там тоже какие-то колонны. Короче, прямо возле этой пирамиды продавали пирамиды еще поменьше, и мы решили взять одну себе домой. Смотрите, 5 долларов. Сказали, для Украины 5 долларов, для США 20. И такой вот магнит за доллар. Ну, не знаю, Мексика написано, тоже пирамида. Он неплохой. Да, интересный. Ну, пока торгуется, то почему бы и не взять. Цена нормальная. Не знаю, что там возле отеля у нас на 5-м авеню, но как минимум уже у нас это есть. Знаете, что самое смешное? Что абсолютно нигде, вообще нигде в Плая Дель Карма не знали русский язык, даже слово привет нам ни разу никто не сказал. Здесь, возле пирамид Майя, нам не только привет сказали, нам еще и на украинском пару слов продавцы сказали. Плюс он на русском все цены озвучил. Ну, и более-менее на ломаном русском с нами общался. Я прямо в шоке. Это представьте, насколько они хотят продать, чтобы у них покупали. Почти бесплатно. О, бесплатно, видите? Россия. Россия, Украина. Водка, тамариндо. Водка. Вот, вы видели сами подтвержение моих слов. Он сам подошел и поздоровался с вами. Сказал, что любит водку. И вот еще одна пирамида. Это все тоже рядом. Вон основная. Ну, тут вообще уже плачевное состояние. Практически непонятно, что это такое. По-моему, похоже, что-то есть возле нашего отеля. Помнишь, мы ходили, нашли развалины. И, кстати, я вспомнил, что где-то на этой территории есть еще небольшой сенот. Наверное, сейчас его поищем и пойдем к нему. Кстати, те, кто смотрел выпуск возле нашего отеля, там, где вилы, мы показывали развалины. Руслана потом вычитала, что-то за развалины. Ты говорила, тоже развалины Майя. Там, получается, они собирались перед тем, как плыть на острове Касумель. А на острове Касумель что делали? Там тоже какие-то пирамиды? Ну, там очень много тоже пирамид на острове Касумеля. По карте смотрела, там тоже есть очень много этих строений. И вообще, пирамид Майя очень много разбросано по полуострову Юката. Но именно в Чеченице находится самое огромное. Да. Вот это, которое мы вам показывали. Смотрите, какая интересная избушка стоит прямо здесь на территории этого национального парка. И где-то здесь должен быть Синод, да? Да, сейчас будет вам вот повернуть направо и там уже Синод будет находиться. Короче, времени у нас не очень много. Так что пошли, наверное, посмотрим Синод и будем уже возвращаться в автобус. Ну да. Да, смотрите, тут даже указатель Синод зона Централ. Вот, надо куда-то в джунгли повернуть. Тут тоже продают всякие сувениры, футболки. Короче, я так понял, базар огромный. Вот прям все, что угодно можно купить здесь и радует, что все торгуются. Да, да, да. Торгуются? Не горло. Вот, смотрите, получается Синод внизу, но я так понял, спуститься здесь нельзя. Тут тоже огорожено все. Попить нельзя, к сожалению. И по-моему, я читала, что здесь никто не купается, он грязный, но раньше, в древнем мае, использовали этот Синод как питьевую воду. Да, прямо отсюда пили. Ну Синод – это подземная река. Да, получается на полуострове Юкатан находится аж 6000 Синод, но всего зарегистрировано 2600. И Синод встречаются только в Мексике, в других странах их вообще нету. Да, ребят, так что, если хотите что-то оригинального и интересного, то добро пожаловать в Мексику. Например, в Синод покупаться, почему бы и нет. Вода там, наверное, ледяная. Ну да, это же подводная река идет. Ну все, Кукулькан пока. Наделали фоток, накупили сувениров, хотя тут такая газета лежит, как будто бы, знаешь, когда бумаги туалетной нету, газета. Ну в целом, как тебе? Расскажи. Мне очень понравилось, я давно хотела посетить это место, наверное, еще года, 4 или 5 назад я его видела первый раз и хотела сюда приехать. То есть стоит все-таки, да? однозначно стоит. Смотрите, 50 долларов, так как мы обязательно торгуйтесь в самом городе, там прям на улице продают экскурсии. Для американцев дороже, для украинцев, русских без проблем, для стран СНГ, для всех русскоговорящих за 50 можно взять данную экскурсию. С обедом, с интересными местами, с входными билетами, я считаю, что отлично. И, кстати, забыл сказать, что на посещение этого национального парка нам дали 1 час 45, то есть практически 2 часа. Мы успели все сделать, конечно, можно было бы еще часик прогуляться, чтобы не спеша это все делать, но в целом этого достаточно. Идем уже обратно в автобус. Друзья, очередная остановка, которая завершающая в нашей экскурсии, это Сенот Оксман. Смотрите, его уже видно хорошо, в отличие от того, который возле пирамид, там купаются люди, прыгают прямо в Сенот. Тут же глубина, походу, очень большая, да? Я думаю, что да. Я не знаю, как-то не особо хотелось бы прыгать. Я просто смотрю, они прыгают так. Жесть, смотри, какие лианы, или как это называется. Там прямо тарзанка, по-моему, есть, которая разгоняется, да, и прыгает в Сенот. Но я не брал даже никакие плавательные шорты, потому что уже вечер, и мне кажется, в Сеноте вода холодная. Да, там холодная вода, потому что это подземная река. Вот, получается, спуск в Сенот. Смотрите, такая соломенная крыша и ступеньки. Заходим, как будто бы куда-то в подвал. Тут какие-то правила написаны. Короче, мне очень хочется попробовать воду. Если она не прям сильно холодная, то мы специально выделим день и поедем на Сеноты, которые находятся возле Плая Дель Кармен, и там я уже покупаюсь и попрыгаю в воду. Спустились, друзья, смотрите, какая здесь красота. Вот тарзанка, получается, с помощью которой прыгают все в воду. Либо просто с такой вот вышки. Блин, тут так тепло, кстати, нету ветра вообще, и мне кажется, я бы даже покупался. Но у меня нету плавательных шорт. Так что обязательно в следующий раз будем целенаправленно ехать на Сеноты. Я хочу спуститься и попробовать воду, чтобы убедиться, что вообще здесь можно нормально купаться. Здесь еще можно взять жилеты даже. Бесплатно? А, это же вход в Сенот был платный. Просто он уже включен в экскурсию. Напишите, ребят, как вам атмосфера? Мне вообще нравится. пещера идеальна вообще. Тишина такая. Сейчас вот кто-то будет прыгать. Давайте посмотрим. О! Так прикольно, слушай. А ты бы прыгнула в жилете? Ну... Это прикольно. Представь, ты летишь, а в жилете там все с жилетами. Ты же не утонешь. Слушай, где бы еще, как не в Мексике, ты бы так попрыгала, полетала? Я 100% прыгнул бы. Слушай, да даже если холодная, прыгнуть разок хотя бы, ты даже не поймешь. Сто процентов надо будет это сделать. Блин, слушай, прикольно. Даже хочешь? Да, конечно, слушай, смотрю, думаю, так все прыгают. Интересно. И все купаются, значит, вода не прохладная. Смотри, там рыбки даже есть, да? А я знаю, что-то эти рыбки не кусаются. Они кусающие, да? они кусаются, потому что у меня в Таиланде как-то такая рыбка покусала. А то мы на водопаде купались, по-моему. Короче, решила все-таки спуститься, проверить воду, потому что очень много людей купается, и они думают, что она прямо какая-то холодная, если все без проблем плавают, и никто не спешит вылазить. Давайте спустимся. Я вот уже почти спустился по ступенькам. Нету даже поручни. Вода горячая. Да? Да. Прикинь. Вода полностью горячая, тут можно купаться, мне кажется, она еще теплее, чем в Карибском море. Капец. А мы не взяли плавки. Как так? Я думаю, что вода ледяная. Не, посмотри, никто не хочет даже вылазить. Реально, тебе эта вода 100% понравится. Супер, просто идеальная водичка. О, как народ веселится, прыгает в тарзанке. И смотрите, кстати, в этом сеноте, в пещере, самые настоящие сталактиты. Вот, перед вами, сверху. Вообще, идеально. Людей много. Теперь 100% надо отправляться в поездку. Те три сеноты, которые Руслана говорила, у нас находятся недалеко от Плая Далькармен. Кстати, если вы купались в сеноте, то напишите в комментариях, как вам. Просто интересно, все ли сеноты с такой теплой водой или есть такие, что вода холодная, неприемлемая. Потому что, если мы поедем в другие сеноты, там будет прохладно, то Руслана, конечно же, купаться не будет. Потому, я даже не знаю, как будет там. Вылезли мы уже с этого подвала. Ну, как вы поняли, из сенота. И уже на этом моменте будет заканчиваться программа. Дают, кстати, один час на то, чтобы покупаться. Очень жаль, что не взял плавательные шорты. В этих шортах, я думаю, совсем не вариант купаться. Потому, обязательно, теперь надо будет поехать на какие-то другие сеноты. Так как в Мексике, Руслана говорила, сколько? Больше 6 тысяч штук. Но, официально зарегистрировано, 2400 только. И, кстати, я забыла еще рассказать, что пирамида, которую мы сегодня посещали, под названием Кукулькан, относится к 7 чудесам света. Ну, это новое, да, чудеса света? Новое. Получается, туда еще входит Великая Китайская стена, потом в Бразилии вот эта вот огромная статуя читала. Иисуса? Да, вот она, и там еще какие-то другие, если не все их знают, но эта пирамида туда точно входит. Кстати, для сравнения хочу добавить, что вода примерно такая же, как была вот в Шарм-эль-Шейхе, когда мы отдыхали. То есть, ты в этой воде купалась, Ну да, это хорошая вода. Так что, по-любому теперь едем на сеноты. Я надеюсь, что там будет тоже теплая вода, потому, что сюда мы явно не приедем, он реально далеко находится от нашего города, а те, что поближе, ну, будем надеяться, что там будет все круто. Выделим целый день, сколько там, три сенота, Три сенота, они находятся рядом, прямо возле Плая Дель Кармента. Кстати, смотрите, здесь помимо сенота еще есть бассейн, такие вот ресторанчики, бунгало, бар. Я так понял, это даже какой-то отель. То есть, можно остановиться прямо в отеле, чилить у бассейна и купаться в сеноте. Все это находится здесь. Но если вы покупаете билет только в сенот, то душ, туалет, это все тоже включено бесплатно. Я так понял, может быть и бассейн, просто нас привезли всего лишь на час, потому я не знаю, надо будет уточнить. Но мне кажется, бассейн тоже включен, если вы покупаете даже просто вход в сенот. Но это не точно, потому что, возможно, он только для жителей отеля, если это вообще отель. Я только что узнала, это отель, он называется Оксмут, получается, это одно здание, и за ним, получается, есть еще такая длинная дорога, и дорогой находятся еще такие же здания. То есть, несколько горпусов у него. Да, только что люди шли вон с полотенцами, с одеждой, переодеваться, и сюда некоторые люди поднимались. И еще я только что заметила, что здесь можно заказать фотосессию прямо в этом. В сеноте? В сеноте. Там даже фотки висят, они показывают, как они фоткают это все. И там они распечатают, дают огромные портреты. Ну, прикольно. Оксман, да, называется? Так что, ребят, если хотите такой вид отдыха, не возле моря, а купаться в сеноте, в бассейне, то вот, например, есть такой вариант. Но мне кажется, здесь в основном останавливаются на 2-3 дня те, кто едут в Чеченицу, да, на пирамиды. Те, кто берут машину, своим ходом путешествуют. А так, чтобы на длительный срок, мне кажется, тут туристы в основном не задерживаются. Так что, ребят, не переживайте, сенотом мы посвятим целый отдельный выпуск, потому что тут мы как-то вкратце забежали, посмотрели, показали вам. Теперь мы имеем понятие и готовы с полными силами отправляться на плавание, прыгать с тарзанок. Это все будет в следующих выпусках. А если вам, ребят, понравилось данное видео, обязательно поддерживайте нас лайкосом, потому что мы старались, показали вам всю насыщенную программу. Обязательно лайк, Руслане, за то, что она вам рассказала вместо гида сегодня все, потому что гид у нас был на испанском, ну, на английском еще говорил, в основном на испанском. Ну, на то я заранее все изучила, подготовила и еще рассказала все Саше. Ему тоже было интересно, надеюсь, что вам было тоже интересно, так же самое, как и Саше. Да, кстати, потому что я вкратце имел понятие, что там вообще происходит, но более подробно я узнал, когда Руслана вам рассказывала, когда это все снимал на видео. Так что я надеюсь, что вы поддержите лайком, напишите свои комментарии. Какой из Русланы гид понравился вам или нет, обязательно спускайтесь вниз под видео, пишите свои отзывы, потому что мы читаем абсолютно все комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наши инстаграмы, потому что именно в инстаграмах мы публикуем самую актуальную информацию в реальном времени. Там уже вышли истории с пирамид и всех интересных мест, которые мы посещаем в Мексике. Ссылочки есть в описании под этим видео. И до скорых встреч, совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока! Пока!